На данный момент среда, утро, 7 часов 15 утра. Ребята, всем привет! Мы приехали в центр Москвы, в парк Зарядья, лишь для того, чтобы здесь записать очень полезный и актуальный сюжет. Тема автозапчастей. Вот на сегодняшний день, куда в интернет не залезешь, что не откроешь, в магазин не придешь, запчастей нет и не будет. Цены выросли в два раза, цены выросли в сто раз. О, караул, как мы будем жить дальше? Некоторые люди мне пишут, ну что, наверное, пора продавать машину, потому что в России ее больше не поставляют, запчастей больше не будет. Как же я ее буду обслуживать? Вот для того, чтобы вам внести ясность, что на сегодняшний день в реале происходит на рынке автозапчастей по России в целом, для того, чтобы вы понимали, какая вообще тенденция, какие там прогнозы дают, мы сейчас запишем интервью с человеком, который в этой теме работает более 10 лет. Я его хорошо знаю, сам у него закупаю запчасти, пригласил его для того, чтобы он донес нам эту полезную и еще раз актуальную информацию. Вам приятного просмотра, мы начинаем прямо сейчас. Знакомьтесь или вспоминаете. Александр, Сань, привет, спасибо большое, что согласился приехать пораньше, рассказать людям, что к чему происходит. Ну, давай по существу. Смотри, на сегодняшний день конец мая 2022 года. В апреле-марте происходила полная неразбериха, но я могу тут плюс-минус, а ты по существу знаешь, что этой темой занимаешься. Вот ответьте на вопрос, что в реале, как рынок менялся с автозапчастями, и что происходит на сегодняшний день? Ну, что там с этими автозапчастями? Как оно там на самом деле-то есть? Ну, если кратко сказать, что все очень плохо. На самом деле, подорожание минимум это от 70 до 100 процентов, это минимум. Это конкретно по корейскому рынку, с которым по большому счету и проблем особых нет. Самое плохое, это у нас идет европейский рынок. Там реально очень большая проблема, большой дефицит, и в ближайшее время вряд ли что-то будет хорошее. Сначала рассказывали, что якобы там запчастей не будет, потом выяснилось то, что оказывается логистика выстраивается по-другому, запчасти привозить будут. Таким образом, ты говоришь, корейцы, это у нас Kia, Hyundai. Ну, ребята, перечитать всех не будем. С ними, с запчастями, как вот с точки зрения дефицита, есть такое или нет? Нет, с корейским рынком вообще проблем никаких нет. И нет даже и с тем же Mobius, который поставляет официальный поставщик Hyundai и Kia. То есть он работал как и работает, кузовные запчасти тоже проблем нет. И аналоги, и сторонние импортеры все привозят. То есть там реально проблем нет. То есть там вот это подорожание в этом сегменте, именно в корейском, на 70% вообще не обосновано никак. Просто подорожание. То бишь, грубо говоря, поставки как были, так и идут. Да. Курс доллара у нас упал. Некоторые говорят, что курс рисованный. Но тем не менее, если покупать что-то через биржу за рубежом, ну, 60-65 в этом диапазоне он реально торгуется. Его купить можно, но при этом запчасти на 70% примерно. Да, в среднем Hyundai и Kia где-то 70%. И даже парадокс, оригинальное масло Hyundai и Kia, оно даже сейчас получается цена ниже, чем у каких-то именитых брендов, типа Total, Shell и так далее. То есть даже какая-то вот совершенно непонятная ситуация. А как я сказал, запчасти Kia и Hyundai проблем нет. А японские бренды? Полно по нашей стране ездят. Да, японские бренды, приблизительно ситуация, как и с корейскими брендами, но индивидуально по определенному, по каждому бренду. То есть если пройтись быстренько, то у нас получается Toyota и Nissan, их официальное представительство, оно работает, они не уходят с рынка. Центральные склады их работают, но в очень урезанном формате. То есть они отгружают дилером небольшими партиями определенной только позиции. Кузовные запчасти пока не завозятся, продается то, что есть в России на данный момент. И тоже продается только определенным дилерам по определенным запросам. То есть нет такого, как раньше каждый день привозят и без проблем, чего хочешь, можно заказать. Из-за этого, да, дефицит тут немного меньше, чем с европейским рынком. Из-за этого подорожание в среднем от 100 до 200%. Но такие, как расходники, фильтры, колодки, проблем нет. Тоже есть, тоже в большом количестве. Плюс привозят, уже идут активные поставки этих позиций из Эмиратов. Оттуда очень активно все везется. И даже можно какие-то вещи заказать, то, что нет у дилеров. И можно оттуда заказать какие-то позиции, но не кузовщину. Кузовщины пока, к сожалению, только через дилеров. Слушай, ну и третий, это европейцы, она же у нас премиалочка, это всякие Мерседесы, БМВ, Ауди. И все, что к этому относится, у них как? Тут ситуация парадоксальная немножко получилась. Именно из-за долгого ожидания действий нашего правительства в плане параллельного импорта. Потому что долго все ждали. И никто не хотел с бухты-барахта, из импортеров кидаться и привозить что-то. На данный момент у нас получается, что официально вышли Land Rover Jaguar и Volvo. То есть они официально сказали, что запчасти поставлять не будут. С ними на самом деле сейчас самая катастрофическая ситуация. И параллельный их импорт разрешен. Но когда будет налажена логистика, да, и когда начнут привозить именно эти бренды запчасти, сказать тяжело. По остальным таким именитым, да, большой тройке, скажем так, Mercedes, BMW и VAG ситуация такая, что Mercedes, они не уходят. То есть официально они не говорили, что запчасти не будут поставляться. Но при этом Mercedes склад центральный в России, он не работает и запчасти не отгружает. Возможно, какие-то лазейки есть у каких-то крупных дилеров. Возможно, я не знаю, честно скажу. Но они официально ничего не отгружают. BMW и VAG, они работают, но работают как и Toyota. То есть отгружают маленькими партнами, только что есть, и только дилеры с BMW. Дилеры вообще никому ничего не продают. То есть ты, если хочешь сделать ТО, надо найти дилера, у которого есть запчасти в наличии, и к нему приехать, и ТО делать только у него, именно с его запчастями. И с его ценником. Да, и плюс они еще и ценник. Помимо того, что у них какие были до этого цены, ценник сейчас еще выше стал. VAG немножко полегче, но очень тяжело с запчастями, которые, моторы распространенные, да, то есть 1.8 двигатель и 1.4. Там фильтров масляных, например, их нет. И нет у дилеров уже тоже, закончились уже у всех. И когда поставка будет, неизвестно. Вроде бы кто-то привозить начинал из Турции, но это все очень идет маленькими какими-то шажками. И сейчас, когда параллельный импорт разрешили, на эти бренды, опять же, привозить запчасти официально нельзя. Они не попали в этот список. И поэтому импортеры, они сейчас вот именно сторонние, неофициально. Они в некотором вот таком вот ожидании, в непонимании, что делать и как быть дальше. Вот скажите мне, вы согласны с тем, что бизнес настойчивого и упорного предпринимателя рано или поздно начинает расти? Появляются новые процессы, которые бизнес его усложняет? И вот именно здесь ему на помощь приходит CRM-система, которая будет учитывать все особенности вашего бизнеса. А этой весной AMA CRM представляет новый и очень полезный функционал. Супер поля. Теперь можно идеально настроить CRM для любого, даже самого оригинального бизнеса. В AMA CRM появилась отличная возможность создавать каталоги, связанные с списком. Вот допустим, вы продаете автомобили. Приведу вам как живой пример. Вам нужен отдельный список с указанием бренда, комплектаций, цен. И чтобы все это зависело друг от друга. Никаких проблем теперь в этом абсолютно нет. И самое главное, что это все настраивается элементарно, без какого-либо дополнительного программирования. Появились поля формулы, которые заменят работу с Excel. С их помощью ваш менеджер сможет элементарно рассчитать финальную цену для клиента. И самое главное, сразу видеть, какую прибыль получите вы после сделки. Появилась возможность массово редактировать большие базы. А еще теперь можно настраивать права. Кто из сотрудников, какое поле сделки и на каком этапе видит. И еще самое главное, кто из них их может редактировать. Вот это просто супер. В этом году AMA CRM придумала абсолютно новый формат презентации своего продукта. Презентация сериал. Раз в неделю выходит новая серия с обновлениями, где они детально и подробно рассказывают о каждой функции. И следующая новинка выйдет уже 1 июня. Поэтому обязательно присоединяйтесь, чтобы первыми узнать о самом крутом функционале. Внимание! Для вашего бизнеса, для вашего отдела продаж. Кстати, сколько всего будет серии, никто не знает. AMA CRM держит это в строжайшем секрете. И это только подогревает интерес. Рассказал так, что аж самому интересно стало. Поэтому буду обязательно следить за презентацией и вам. Ссылочку на AMA CRM оставляю в описании. Присоединяйтесь. Многие говорят, подождем, пока устаканится. И я вот жду, когда где-то хотя бы что-то начнет устаканиться. С точки зрения того, что буквально месяц назад я поехал делать техническое обслуживание на машине. Мне говорят, да сейчас масло моторное на BMW, к примеру, просто к примеру, стоит 4000 рублей. Заходит при мне уже за литр. Говорит, о, упало в цене там 2000 рублей. То есть в два раза. Говорит, а еще буквально на днях по 4000 продавали. И так, в принципе, со всеми запчастями. Люди некоторые говорят, я вот нашел себе комплект оригинальный, выгодно. Другой говорит, я нашел таком в пять раз в цене вырос. То есть каждый торгует как хочет. Правильно происходит? Вот есть вообще какой-то прогноз из серии, когда плюс-минус все эти цепочки логистические выстроятся так, что уже можно будет понимать хотя бы, что почем, а не прыгать. Я офигевать, почему у одного там запчасть стоит 3000 рублей, у другого 33 тысячи рублей и так далее. Ну, касательно вот именно формирования цены, максимально прыгает, скачет. Дело в том, что есть определенный софт у крупных игроков рынка, который позволяет отслеживать цены, наличие запчастей, которые есть в открытом доступе. И этот софт, он моментально, грубо говоря, принимает решение, когда видит, если позиции по определенной запчасти меньше становятся у конкурентов, или на твоем складе единственный, кто есть, да, есть предложение, то там идет автоматическая сразу наценка, большая, огромная. И из-за этого именно получается так, что, например, человек может смотреть, видеть деталь, там она стоит, ну, грубо говоря, 2000 рублей. Он прикидывает, да, отлично, сейчас к стоевому времени подойдет, я ее куплю. А потом она, например, да, у того человека заканчивается, где он хотел купить, и тут же на нее цена взлетает, там, до 9-10 тысяч рублей. Это реально такое есть, и поэтому сейчас самый такой вот совет, если вы увидели что-то, которую, да, ну, какую-то деталь по нормальной цене, брать ее надо прямо сейчас. Не откладывать даже на час. Конечно, до час, даже на час нельзя откладывать, моментально такие вещи разлетаются прямо тут же. Касательно ожидания, да, в будущем. Все, опять же, зависит от импортеров, от того, как они выстроят цепочки, найдут пути. Проблема сейчас именно в том, что продавать нам хотят. Поставщики за рубежом, они теряют огромный рынок. И они ищут возможности, как это все сделает. Но они боятся, реально боятся. И с той же Турции до момента, пока вот судоходство сейчас не очень в Черном море, да, по известным событиям, запчасти шли через Грузию. Но большие партии там боятся везти. Почему? Потому что там американцы на границе. И если кто-то, грубо говоря, заметил, поставщик может попасть под санкции. Не получатель, да, не тот, кто здесь, а тот, кто там, оттуда отправляет. На нас-то уже и так все висит. Да, да, да. Вот. И поэтому проблема именно в том, что мы хотим, ну, не проблема, точнее, да, мы хотим купить, они хотят продать. И минимальное, что здесь проблема является, это деньги. Деньги есть. А вот, как сказать, преодолеть все вот эти вот барьеры, вот это большая сложность. Меня прям распирает, мы стоим в центре, зарядье, Кремль, мы хотим купить, они хотят продать, деньги есть просто. Есть и американцы, да, ребята, а вы говорите, не американцы. Вот, пожалуйста, куда ни ткни, везде американцы. Вот ты рассказывал интересную историю, фильтр там или что-то вы покупали, масляный что ли, или для салона. Ну, там много что, да. Рассказываю. Поддельных вещей. Он говорит, эту упаковку не упускают уже три года, но сам факт того, что нам ее привезли, говорят, да, это оригинал, но это уже не оригинал. Что там интересненького происходит у вас? Где-то приблизительно на 50% увеличилось количество подделок. Привозят в основном такие вот вещи, как вот ты правильно сказал, которые ранее были, да, в старых упаковках, старых каких-то дизайнах, да. Но это все с логотипами, все официально якобы и так далее. И отличить очень тяжело, если ты в этом не разбираешься. Но именно подделки пошли по тому, по тому, ну, перечню, да, запчастей, которые вот самые ходовые, это фильтры. Масла вот только-только недавно начали появляться канистры поддельных масел. То есть у нас была канистра Shell проходила поддельная, и совсем вот буквально недавно проходила канистра поддельной Мазды, масла. Но опять же, это все было в старом дизайне, в старых упаковках. То есть видно, где-то были, может быть, давно сделаны какие-то подделки, которые лежали, грубо говоря, ждали своего времени. Теперь их выбрасывают на рынок по низкой цене, за счет этого обмановые, ну, пытаясь их продать побыстрее. Друзья, поэтому здесь делайте акцент при покупке автозапчастей, купить на отвали и серить. Да ладно, что, клик-клик и все, сегодня так это не канает. Закажете, привезут вам комплект. Вроде бы оно, а потом выяснят, что подделка масломоторное. Ну, объяснять не нужно, залил фиговое масло, мало ли что, стуканул мотор. А мотор стоит гораздо дороже, чем качественное оригинальное масло. Поэтому ищите проверенных продавцов, как вариант. Смело, реально смело рекомендую Сашу, ссылку оставлю. Человек проверенный. Как там, тебе пишешь, номер отправляете, он вам подгоняет, что вам нужно. Ценника озвучивают за оригинал, надо аналоги, пожалуйста, выбирайте сами. Дорого вам? Идите, найдите, где дешевле. Подходит цена, можете смело покупать. Ну, а мы с вами двигаемся дальше, потому что есть еще что рассказать. Да, что касается именно, Дим, по поводу поставок, как оригинала, так и аналогов по тем брендам, которые не ушли, но которые сейчас в замороженном таком состоянии находятся. Решение есть, люди над этим работают уже. Более того, из-за того, что, ну, тавтология небольшая, из-за того, что маржа огромная, в этот бизнес хотят вклиниться даже люди, которые, например, раньше импортным запчастей вообще не занимались. У них какой-то импорт был, но здесь реально профицит просто огромный. То есть люди могут заработать просто огромные деньги, пока вот эта вот волна, пока вот эта неразбериха и так далее. Ко мне очень много обращаются с предложениями, как помочь людям составить какой-то перечень товаров, которые проживаются спросом, как и уже работать с кем-то из того же Китая. Вот, поэтому люди ищут вас сейчас самую проблему именно решить, как привезти. Либо, чтобы партии были запчастей какие-то небольшие, чтобы это не вызывало ни у кого вопросов. Либо возить, например, понемногу из разных точек, через разные точки въезда, да, в поступление к нам в страну. Основные пути, конечно, остаются на данный момент, это Турция, либо ищут также цепочки через Казахстан. Но там проблемы тоже все-таки, потому что Казахстан в основном закупался через Россию. То есть туда поставки шли того же вага, например, с российских складов, шли туда детали. Вот. Касательно аналогов, точно такая же ситуация. Аналоги хорошие, это такие фирмы, как Мале, Мэн, они все производились, опять же, в Европе. Вот. И проблемы, как их оттуда привезти сюда. Но над этим люди работают, интерес есть. Поэтому я думаю, что времени потребуется от одного до двух месяцев. Это чтобы наладилось. А чтобы цена уже могла от конъюнктуры рынка работать на понижение, нужно где-то, я думаю, до полугода, когда куча людей, куча импортеров захочет этим заниматься. Ты сам понимаешь, предложений начнет быть много, и тогда цена будет падать. Но на ближайшие полгода всем владельцам, опять же, BMW, Mercedes, Vago... Особо много не ездить. Но надо быть готовым, да, что если у тебя подошло ТО, то это будет денег стоить. В каждом обзоре, когда идет речь про автомобиль, вот мы снимаем там BMW, Mercedes, снимали, снимаем. Всегда речь. Машина дорогая, соответственно, покупать ее нужно не на последние деньги, чтобы потом абсолютно в любой ситуации не говорить, ого, масло выросло в два раза. Так что, ребята, у кого тачки, делайте выводы. Нет денег, продавайте, покупайте то, что вам доступно. Это, в первую очередь, сэкономит ваши карманы. Мы даже, например, встречали запчасти BMW, которые везли из Африки. У них есть в Тунисе свой завод, и даже запчасть оригинальная, она идет Made in Тунис. Прикольно. То есть даже вот до этого, да, доходит. Именно чтобы, грубо говоря, не чтобы она не из Европы пришла, чтобы она пришла, например, с той же Турцией, да, таким обходными путями, не вызывала ни у кого вопроса касательно санкций и так далее. Поэтому там поставщики реально, у них огромное количество предложений. Но, как я уже говорил, да, то есть все боятся везти. Короче, ребята, подводим здесь такую информацию, что запчастей полно на любой вкус, но проблема с привозом, и в силу того, что надо привезти, народ на территории задирает цены. Кто-то обоснованно, если это речь про немцев, кто-то не обоснованно. Опять же, понятие обоснованное у всех разное, мы вам доносим лишь информацию. Поэтому делайте выводы и принимайте решения в дальнейшем, как вам двигаться. Как мы уже в начале нашей беседы обсудили, корейский рынок это 70-100%, японский рынок это от 100 до 200%. Немцы. Немцы, все вот именно как тот же Мерседес, он не работает, поэтому там ценник до 2000% доходит. Офигеть. Реально. Определенный, да? Определенный, да. Есть, например, до Смешного, недавно был у нас фильтр воздушный на АМГ E63, то есть там реально, если его цена была до всех этих событий, там в районе 5000 рублей, оригинальный, да, мы говорим, то сейчас его продают, там, да, где-то в районе, ну, около 40 тысяч, если ты его найдешь, этот фильтр. Вот, то есть, ну, это бред, когда такой фильтр. Запчасти БВ также где-то в районе 1000-1500%, ВАК 600-700%. Это вот такие вот прям позиции, которые очень популярны. Но самая интересная ситуация, совершенно другая, с маслом моторным. Моторное масло тоже что-то не сильно подорожало, что-то вообще даже стало дешевле. Что-то, те бренды, которые уходят, например, Mobil, да, он сказал, что они уходят с нашего рынка, и их масло сейчас начинает расти в цене, и очень в сильной прогрессии, потому что оно заканчивается на складах, и цена на популярной позиции увеличивается. А что подешевело, это оригинальное масло Toyota пришло в огромном количестве, которое идет в жестяных банках, оригинальное, японского производства. И реально цена упала. То есть, если эта банка раньше стоила там в районе 4000, то сейчас она 3000 сейчас стоит. То есть, парадокс. Несмотря на то, что время утро, тема серьезная, хочется шутить. Toyota, вот им опять повезло, ничего у них не ломается, с масла им пришли в огромном количестве, а Mercedes и BMW полторы-две тысячи процентов в цене выросли. Слушай, еще важная тема. Тачки гражданские, это одно. Если что, там, пешком побегом, как говорится. Ну, это так, в шутку. Но вот многие говорят, вы сделаете акцент на коммерческий транспорт. Те же самые дальнобойщики, автобусы, они едят по всей стране, у них большие пробеги, соответственно, им запчасти нужны в первую очередь. Если там цены вырастут на полторы-две тысячи, то, соответственно, расход на доставку вырастет, и колбаска в магазине станет дороже. Это логично. Почти все пойдет дороже, конечно. Не в курсе, что там у них-то. Ну, у нас не очень много покупателей на коммерческий транспорт. Ну, в целом, вообще, картина тоже такая же, один в один. Например, вот недавно у нас постоянно есть покупатель, кто на MAN покупает у нас масла, фильтра. Да, там мы смотрели, ровно в два раза было подорожание. То есть, MAN-овские запчасти, там были фильтры фирмы, по-моему, MAN. Да, MAN были. И моторное масло было, не помню, какого бренда, но там ровно в два раза было подорожание. Рынок перестраивается быстро. Ситуации в жизни у людей меняются еще быстрее. И буквально в марте, в апреле многие начали уже, ну, как многие, я говорю, относительно, начали продавать свои машины, которые в кредите для того, чтобы от долгов закрыться, взять что попроще и как бы потихонечку адаптироваться под новые реалии. На основании этого наверняка на рынке автозапчастей происходит такая же история, что от оригинала люди по новым ценам начинают отказываться, выбирают уже какие-то аналоги. Сильно люди перестраиваются на что подешевле? Или в целом оригинал дорого, пора ли, но купили? Оригинал сейчас реально, то есть если раньше он составлял порядка 40% от общего количества продаж, то сейчас 10% не наберется. То есть люди кардинально пересмотрели свои, так сказать, взгляды. И аналоги наши все сейчас реально. И более того, аналоги даже покупают, несмотря на бренды, даже берут какие-то совсем простые бренды, даже масляные фильтры не гнушаются. То есть даже у нас, например, на Hyundai i30 покупали фильтр самый-самый дешевый, масляный. То есть у разных людей разная ситуация. Побегает. Но даже вот такая вот берут. Твой совет на основании этого. Я вот так подразумеваю, что, наверное, правильнее, наверное, это покупать все-таки оригинальное масло в первую очередь, а уже вот фильтра можно попробовать сэкономить. Какие-то запчасти из серии простых по своей технической части можно попробовать. Но, наверное, не стоит экономить на чем или как? Ну, ты знаешь, масло оригинальное тоже под вопросом. Если оно есть и на него цена нормальная, то почему нет? Если нет, то, конечно, надо рассматривать, можно рассмотреть любой бренд. Главное соблюдать допуск, который установлен производителем. И желательно, конечно, подбирать моторное масло того бренда, который старается делать присадки в соответствии с индивидуально, именно с определенным допуском. Например, у Матюли, это серия Специфик, у Ликвимоли, Спешл, ну и так далее. Касательно самих запчастей, мы всегда, когда, например, к нам обращаются и просят сделать какую-то подборку, мы стараемся, во-первых, показать оригинал, и плюс несколько позиций по аналогам, которые мы знаем, которые качественные, либо которые делают, та же фирма Мэн или Мальяк, они делают оригинальные запчасти. И мы их показываем. Бывает даже так, что, в принципе, можно рассмотреть воздушный салонный фильтр каких-нибудь брендов попроще. Того же Фильтрон. Наши есть отечественные, кстати говоря, компании. Бигфильтр, Патрон. Патрон, они вроде как корейские, но на самом деле это российская компания. Кортекс. То есть их фильтра, воздушный салонный, можно смело использовать. Они недорогие, но по качеству очень хорошие, высокое качество, поэтому без проблем. Саша, а вот еще такой момент. Вот если, допустим, с машинами рынок встал, да, там цены выросли, продажи упали на 90-95%, то с запчастями как вообще? Меньше стали покупать? Или какой-то период был, чтобы было затишье, сейчас там опять покупают? Подчеркиваю, мы снимаем с актуальностью на конец мая 2022 года. Ну, когда начались все известные события, был страшнейший бум, сметали все и вся. То есть там люди и наперед покупали, и на год, и на два. Это частники? Да, это именно частники. То есть там реально был ажиотаж, мы даже не справлялись. На нас объезжались наши покупатели, что медленно отвечаем. Потому что реально завал, мы не ожидали просто такой нагрузки. И прекрасно понимали, что нагрузка это временная, и увеличить персонал, штат, ну, смысла было никакого. Сейчас спад этот немножко пошел на снижение, но все равно на очень высоком уровне. Я думаю, что здесь это связано с тем, что люди немного, кто-то даже перешел на то же масло лукойл, но делают чаще ТО. То есть если раньше человек делал раз 15 тысяч, то сейчас старается 5, 7, 8 тысяч. И, соответственно, каждый ТО старается менять и все остальные фильтры. То есть фильтры, да, берут подешевле, но делают почаще ТО. Поэтому спрос сейчас он вырос, несмотря на подорожание. И думаю, что вряд ли он, наверное, в ближайшее время упадет. Главное, чтобы, как я уже говорил, поставщики начали работать, начали привозить. Короче, сейчас самое главное, ребята, получается, самое главное, это запчасти доставить в Россию. Вот самая основная проблема, которую вы должны делать. И чтобы доставить, и чтобы доставляли их как можно больше импортеров. Чтобы цена, соответственно, начала именно коммерческой быть. А не так, что, типа, ребята, давайте мы вас с вами втроем привезем, набросим здесь тысячу процентов и заработаем бабла. Поэтому теперь вы знаете достоверную информацию от людей, которые занимаются этим постоянно. Что если кто-то вам рассказывает, о, теперь запчасти не купишь. Ребята, ну, надо чуть-чуть, как говорится, потерпеть. И все будет. Да, если у вас редкая какая-то машина, например, тот же Land Rover, какой-нибудь комплектации такой богатый, где сейчас колодки стоят по 130, по 140 тысяч. Колодки, Land Rover, 130 тысяч? Да. Их еще не найти. То, конечно, на самом деле, возможно, проще будет просто сесть на свою машину и поехать в ту же Финляндию. Затариться там, скажем, на год вперед. И как бы это, конечно, не смешно звучало, поехать за запчастями на своей личной машине. Но вот реально, ну, реалий на данный момент. То есть в ближайшие 2-3 месяца на дорогие, если у вас дорогая машина, проще куда-то смотаться на ней. И там затариться. Слушай, а нет такой информации? Ну, с одной стороны, если колодки 130 тысяч, до Финляндии, да, это одно удовольствие, будет мотануться туда, там еще погулять. Так я об этом и говорю. И сделать полноценное СИБТО. Ты можешь съездить, да. А принимают они? Ну, а почему нет? Ну, не знаю, сейчас пресс скажет, русский паспорт, иди отсюда. Нет, 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 там проблем с этим нет, но опять же, ты можешь не обслуживать машину, ты можешь просто купить запчасти, привезти их сюда. Вот говорю, как вот у нас ситуация, я рассказывал, с АМГ и Е-класса, на которой просто нет фильтров, то человеку просто остается вариант хотя бы полететь в частном, да, в частном визитном куда-то в Европу, купить себе хотя бы несколько фильтров и привезти их сюда, в чемодане. Расходники для технического обслуживания, это одно. Но тут на днях, пару месяцев назад, произошла интересная ситуация у моего друга. Машина попала в ДТП, загнала ее к официальному дилеру, и два месяца успешно ждал хотя бы какого-то ответа от страховой. Везде загрузки, запчастей, кузовного ремонта нигде нету. В итоге выяснилось, что оказывается, ему было проще и быстрее продать кому-то восстановление, забрать свои деньги и забыть про ЭТО. И это даже оказалось выгоднее. Кузовные запчасти в виде какого-нибудь того же самого бампера хотя бы, с собой уже в самолет не потащишь. Хотя, я думаю, такие картины нас тоже будут в интернете встречать. Вот расскажи, что с ними? С кузовными запчастями по всем брендам сейчас очень все плохо. И мой единственный совет, реально очень быть аккуратными на дороге. Сейчас ни каска, ни какие-то там связи не помогут, потому что просто их нет запчастей. И БУ рынок, например, он тоже очень сильно взлетел на этом фоне. И качество, опять же, БУ запчастей тоже не очень высокое за такие огромные деньги. Поэтому, как я уже сказал, стараться аккуратно ездить. А с ними запчастями такая же история, с этими кузовными, что просто нужно выстроиться, где, откуда привозить или как? Ты знаешь, Дим, я думаю, вряд ли их будут привозить, потому как импортеру это просто невыгодно. Те же лобовые стекла, где очень надо их аккуратно везти, плюс они занимают огромное количество места, плюс они тяжелые. Их никто везти просто не будет. С них выхлоп будет гораздо меньше, чем с тех же фильтров, а рисков еще больше. Также и с бамперами, и с крыльями, с любыми другими кузовными вещами. На Hyundai Kia, как мы в самом начале говорили, там проблем нет, там все есть. Но вот по остальным брендам все плохо. У Hyundai Kia есть и везут сторонние поставщики, импортеры, ну серые, так сказать, поставщики. То есть там с запчастями проблем нет, особенно на массовый рынок, такси, которые из Rio, Solaris. Слушай, а китайцы, они же сейчас тоже активный рынок заводят. Он Хавалт нам завод открыли, ряд автомобилей что-то там в Белоруссии производят. Так-то в этой ситуации, наверное, у них-то в этом плане попроще. Ты знаешь, вот как бы не смешно не звучало, по китайским брендам у нас еще не было покупателей. Еще, ну это ключевое слово, еще. Ну просто да, машины только-только начали, грубо говоря, пару лет, как-то у нас активно продаваться. Люди еще их обслуживают у дилеров, и видно там ценники устраивают всех. Поэтому у нас еще не покупали на китайские машины вообще ни одной детали, ни фильтров, ничего. Короче, ребята, имейте в виду, вот ключевой вам момент. Что делать? Ездить аккуратно. Поэтому это даже отличный пример и повод для того, чтобы не сжаться друг к другу, уступать, быть повнимательнее, лишний раз телефон вообще в руки не брать. Поэтому лучше будет. Плюс стопа. Конечно, конечно. Во всем негативном надо видеть что-то позитивное. Каждый день, когда ты выезжаешь, ты прежде всего думай о том, что если, не дай бог, что произойдет, машину придется поставить, либо продавать. Поэтому по-другому не получится, к сожалению. Мы с вами приближаемся к завершению. Друзья, вам прямой вопрос. Что вы видите? Что это такое? Памятник чему или что? Для чего это сделано? Подумайте, подумайте, подумайте. Я вам отвечаю. Это арт-объект. Инсталляция закрутилась, началась. Автор Марина Звягинцева. А здесь мы сделаем финалочку. Сань, ну и что делать-то в итоге сейчас? Не ездить на машине, ездить мало, ехать в Финляндию, обслуживаться, покупать аналоги. Вот твой совет. Чтобы сэкономить и при этом не сильно потерять в качестве. Вот можно что-то такое выбрать? Ну, тут индивидуально. Все это зависит от машины. От марки машины, от финансовых возможностей человека. То есть, если... Ну, это те, у кого деньги есть, для вас вопрос закрыт, тратите налево-направо. Ну, да. Да, и у кого есть деньги, да, может и человечка какого-нибудь послать, грубо говоря, за границу, и тот ему все купит. Вот. Те, у кого вроде бы есть, вроде бы нет, машина новая, недешевая, как? Здесь мониторит рынок только если. Либо обращаться к дилеру, если при условии, что у дилера будут запчасти, либо, вот как мы с тобой тоже говорили, сидеть и искать какую-то запчасть, находить и моментально ее стараться быстро купить. Вот. Те, у кого, как говорится, машина массового рынка, в Японии, скорее, спокойно можно рассматривать варианты с аналогами, с хорошими, с качественными. И ТО может даже обойтись по стоимости ниже, чем до всех вот этих событий. То есть, здесь проблем никаких нет. Владельцы, самый, вот именно мой большой совет владельцам BMW, Mercedes, это либо мониторить рынок, искать запчасти, либо, как бы мне не хотелось, да, говорить, что, типа, ко мне обращайтесь, да, грубо говоря. Но я говорю за совет именно, что проще сейчас обратиться к дилеру. Вот реально обратиться к дилеру, у них есть запчасти, они могут сделать ТО, но, к сожалению, да, это будет стоить дорого. Короче, таким образом, вывод следующий и простой. Запчасти есть, но местами где-то это может быть дороже, в силу того, что скаканули цены раз, а у дилеров плюс-минус что-то можно найти два. С кузовными запчастями. Вот это вот опасно, поэтому будьте повнимательнее, чтобы лишний раз никуда не вляпаться. Ну и в-четвертых, запчасти подводят, привозить хотят, но пока что вопрос решается. Да, либо подождать хотя бы пару месяцев, если есть возможность. Не надо сейчас прям покупать быстрее-быстрее, а хотя бы, да, подождать. Скажем так, дороже по-любому не будет, максимальная планка уже достигнута. Дешевле будет, но со временем. Тебе огромное спасибо на этом. Будем, как говорится, следить за новостями, фиксирую, записываю, как соберется что-то новенькое. Я думаю, через пару месяцев можно будет встретиться и уже снять и показать людям, что происходит. Поэтому в любом случае, ребята, пишите ваши развернутые комментарии. Если вдруг вы занимаетесь запчастями, вы вот все знаете, Саша, где-то ошибся, пишите развернуто комментарий по существу, чтобы можно было прочитать и сделать какие-то для себя выводы. Еще раз напоминаю, что спонсор выпуска у нас есть. Вы его можете встретить по первой ссылочке в описании. В качестве благодарности на тебя оставляем ссылочку. Ну и на нас, на телеграм-канала. Подписывайтесь обязательно, ведь дальше будет больше полезных сюжетов.